Большой спектр МРТ и КТ-исследований, в том числе с контрастным усилением, ежедневно в клинике «Томография» на Весенний 10. КТ-ангиография артерий нижних конечностей, онкопоиск, исследование всего тела, бесплатная консультация врача-рентгенолога и заключение опытных врачей-диагностов. Мы находимся по адресу Весеннее 10. Запись на исследование по телефону 8 800 101 8031 или 75 7031. Можно писать в WhatsApp и Telegram 8 939 840 8031. Здравствуйте! В эфире новости. С вами в студии Елена Зайцева. Смотрите выпуски. Главные темы. Отпраздновали введение во храм Пресвятой Богородицы. В Серпухове праздничную литургию возглавил архиепископ Подольский-Леберецкий Аксий. Парки Серпухова встретили зиму в Подмосковье. Региональный проект стартовал 1 декабря. Книги в подарок. Популярный блогер Юлия Иблиева передала почти 15 тысяч экземпляров в библиотеке Серпухова. Сегодня православные верующие отметили один из 12 важнейших церковных праздников введения во храм Пресвятой Богородицы. В Владычном женском монастыре на богослужение пришли сотни верующих. Праздничную литургию возглавил архиепископ Подольский-Леберецкий Аксий. На богослужение воздать свои молитвы Господу собрались и взрослые, и самые маленькие прихожане. В этот день христиане вспоминают, как праведные Иоаким и Анна привели в храм маленькую Деву Марию. Трех лет от роду и таким образом исполнили данный имя обед посвятить долгожданную дочь на служение Богу. «Праздник введения Богородицы во храм говорит о том, что детей нужно приводить в храм с детства. Родители не должны бояться отпускать детей в храм к Богу. Родители должны молиться за своих детей, потому что с Богом все будет, как говорит по-русски, все будет слава Богу, а без Бога не до порога». Для Серпухова это особенный праздник, а для Владычного женского монастыря – престольный, так как именно здесь и находится одна из главных святынь – чудотворная икона «Видение Пресвятой Богородицы во святая святых». Прихожане, которые попали на архипастерское богослужение, говорили об особенном состоянии души. «У меня сегодня такой день, двойной праздник, у меня сегодня день рождения. И Господь меня привел в такой храм, где видение, вот именно этот праздник, в честь этого дня моего. В это надо душой верить. Это же такая святыня, это же я даже не могу это словами выразить. Аж сердце замирает, вот просто такое пение даже. Это, знаете, это надо просто любить сильно Господа Бога». Серпуховичам я пожелаю, конечно, счастья, в душе радости, благочестия, чтобы больше доверяли Богу, шли к Нему, молились, просили Его, потому что кто просит, тому и дастся, кто стучится, тому отворит. Его Высокопреосвященству сослужил благочинный монастырей Подольской епархии, настоятель Вознесенской Давыдовой пустыни и игумень Сергий и благочинный Серпуховского церковного округа Иерей Дионисий Коський. После богослужения архиепископ Аксий поздравил с праздником прихожан и жителей Серпухова. «Я всех вас, дорогие мои, в этот день поздравляю с праздником Введения. Дай Бог, чтобы мы всегда имели благодарное Богу сердце, чтобы мы никогда не забывали Господа благодарить. Это самое главное, самое важное в жизни каждого христианина. Пусть Божья благодать и покров Царицы Небесной пребывают со всеми вами. С праздником всех вас поздравляю, дорогие мои». Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы связан с началом зимы. В церквях в этот период проходит активная подготовка к Рождеству, в честь чего проводят торжественное богослужение. По православной традиции отмечается отдание праздника. В парке Серпухово встретили зиму в Подмосковье. Региональный проект стартовал 1 декабря. На праздничных гуляниях побывали более тысячи жителей гостей округа. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Территория парка имени Олега Степанова преобразилась новогодними огнями. Яркая иллюминация, световые инсталляции и тематические локации. В уютном зале торжеств Центральной открылась почта Деда Мороза. Юные Аня и Тоня написали свои пожелания главному волшебнику страны. Я пожелала Деду Морозу здоровья, что я вела себя хорошо и попросила куклу Рапунца. Загадала басика в зеленом пиджаке с красными пуговицами и красными шортиками. Дети и их родители стали участниками развлекательной программы. Современный Дед Мороз вместе с Бабой Его и Кикиморой танцевали, шутили, исполняли веселые песни. Наконец на самой большой парковой елке в округе зажглись огни. Мальчишки и девчонки, мамы и папы с задором участвуют в конкурсах и фотографируются на фоне тематических фотозон и согреваются горячим чаем из самовара. Впереди посетителей парков Серпухова ждет масса зимних приключений. На декабрь, на новогодние каникулы запланировано проведение большого количества мероприятий. И детская анимация, и концертная программа. Поэтому зима будет насыщена. Вроде бы кажется холодное время года, но когда приходит такое количество посетителей в парк, все сразу заряжаются новогодним предпраздничным настроением. Еще одно радостное событие – открытие катка в парке «Питомник» на базе комплекса «Русский медведь». Собрало множество серпуховичей и почетных гостей. С поздравлениями от имени главы муниципалитета к посетителям катка обратилась его заместитель Анастасия Курбатова. У нас на территории городского обруга в зимний период будет работать 16 катков, на которые все желающие смогут прийти и покататься. Этим летом каток прошел полную реконструкцию и качество льда заметно улучшилось. Сюда может прийти любой желающий со своими коньками или взять их на прокат. Наш каток – один из первых, который начал работать в этом году в серпухове. У нас мы сделали это. Всех я поздравляю с зимним сезоном. Приглашаю всех на каток. Приходите с детьми, с внуками своими, взрослые, дети. Мы ждем вас. Катание на коньках – один из любимых видов досуга серпуховичей. Особенно открытию обновленной арены рады дети. Мы с друзьями сюда очень часто приходим. Веселимся. Особенно хорошее настроение поднимается, когда идет снег, атмосфера зимы. Я научился кататься сам. Я просто катаюсь всегда. Делаю трюки. Приходите все кататься на каток. Для депутата Николая Пушкина катание на коньках – неотъемлемая часть зимнего досуга еще со школьных лет. Каждую зиму собирались ребята и катались. Открытие катка – это всегда настоящая зима. У нас наступает зима, а потом начинаются отказаться наши катки. Зима в Подмосковье стартовала. И впереди еще много праздников, а вместе с ними ярких эмоций и впечатлений на свежем воздухе. В парках округа для этого созданы все условия. Помочь преодолеть трудности в семейном клубе «Подарок» прошла очередная встреча на этот раз с президентом Института инженерной физики Алексеем Царьковым. За чашкой чая в семейном клубе «Подарок» обсудили важные вопросы, в том числе реализацию проектов молодыми людьми с ограниченными возможностями и меры поддержки семей, в которых растут дети с поражением опорно-двигательного аппарата. Подробности далее. Это моя дочь Дарья, спортсменка, призер двух чемпионатов мира по армрестлингу. Подтянула маму тоже. Мама тоже занимается армрестлингом. Семейному клубу «Подарок» пять лет. И за это время появилась команда единомышленников, которые помогают семьям расти детей с ограниченными возможностями. Организуют мини-турслеты, экскурсии для ребят, которые редко выходят из дома. Реализованный с помощью спонсоров проекты, помогает людям с инвалидностью адаптироваться и социализироваться в обществе. Это нам усовершенствует договор наш, да? Да. Серьезным уровнем следующего года начать наше взаимодействие. Молодежь такие чудеса творит просто. Такие изобретения, такие возможности. Надо нам организовать экскурсию, чайпитие на нашей базе, собрать. В январе мы это и сделаем. Елена Ваганова поделилась планами семейного клуба. Что необходимо еще сделать, чтобы большее число людей с ограниченными возможностями не чувствовали себя одинокими? Занимались, например, паралимпийскими видами спорта. Бочи хотим развивать очень. Почему? Потому что очень многие наши ребята со сложным физическими отклонениями. И самый адаптивный для них вид спорта – это бочи. Сейчас у нас мы пока приобретали мячи, тоже спонсорские какие-то помощи были. И вот думаю, что на следующей неделе мы начнем активно уже тренироваться. Хочется мне, чтобы у нас была прям своя команда такая классная. Самый важный подарок, который один человек может сделать другому – это каким-то образом помочь и улучшить жизнь этого человека хоть немного. Это рефрен деятельности семейного клуба – подарок, объединившего множество неравнодушных жителей округа. Каких-то соглашений удалось им достичь? Да. Нам понравилась тема оздоровления наших мам. Я думаю, что это одно из важных направлений, потому что действительно тяжело. Мамам нашим нелегко. Есть у нас ребята, которые занимаются музыкой. Кто-то поет, кто-то рисует. Это не обязательно серьезная музыкальная или художественная школа. Просто в кружках для себя. Есть ребята очень одаренные. И я всегда радуюсь, восхищаюсь тому, что они сидят на месте. И вот как раз помощь вот таких людей, которым встреча сегодня была с Алексеем Николаевичем, я думаю, что еще будет новый шаг, новый этап помощи нашим ребятам развиваться. Как помочь детям с ограниченными возможностями преодолевать трудности и стать сильнее, чтобы они были такими же счастливыми, как и их ровесники. Об этом мы говорили с Алексеем Царьковым после встречи в семейном клубе «Подарок». У нас идеи много. Наша программа работает. Мы ее усиливаем. Ну, потому что вот пришла к нам Инна Александровна Карабичева. Она как новая нам вела работу в новое направление. Оно было направление, но, может быть, меньше с него обращали внимание. Теперь мы планово формируем программу работ. И на следующий год мы уже намерили, как минимум, таких шесть крупных мероприятий. Это посещение выезд к нам в институт, это медицинская помощь, это обеспечение медикаментами, препаратами, лекарствами, которыми владеем, которые у нас имеются. Планы большие, и реализация их уже начата. Конкретно об этом мы расскажем в наших будущих репортажах. Почти 15 тысяч новых книг появились в библиотеках Серпухова. Энциклопедии, сказки, повести, художественная литература и другие издания для читателей предлагают огромный выбор произведений на любой возраст. Такой подарок сделала Серпуховичка, популярный блогер Юлия Ивлеева. Подробности в сюжете Анастасии Панферовой. Дело в том, что регент ничего так не боялся, как скуки этого врага, с которым он постоянно боролся. А вот Саве слово «скука» незнакомо. Сначала уроки, на перемене общения с одноклассниками, потом театральный кружок. Но и не забывает уделять время своим лучшим друзьям – книгам. Тем более фонд библиотеки его родной школы номер 5 пополнится новинками. Благодаря инициативе выпускницы данного образовательного учреждения, популярному блогеру Юлии Ивлеевой. Я очень люблю читать. Книги доставляют мне интерес. В одно время я обычно стараюсь почитать книгу, как у меня появляется возможность. Я считаю, что нужно вдохновлять детей вот такими красочными книгами на чтение. И это помогает детям больше читать. Фонд школьной библиотеки пополнился на 5000 книг. Это литература, которая есть в школьной программе, энциклопедии, книги для вне классного чтения, сказки. Для школы это прекрасный вообще подарок, замечательный, конечно. Самое главное – будут счастливы дети. Библиотека – это вообще на данный момент место, куда должны все дети ходить, потому что это книги. А книги – это знания, это правильная речь, это в конце концов те сочинения, которые они будут писать. Выпускные и в учебном процессе. Поэтому это очень важно. Блогер Юлия Ивлеева родилась в Серпухове. Училась в школе номер 5. Сейчас ее сфера деятельности связана с образованием. Она автор книг и нескольких программ. Свой родной город очень любит и никогда не забывает. Ранее, накануне Дня знаний, она закупила учебники для 20 образовательных учреждений округа. Это более 20 тысяч экземпляров. Мне очень нравятся самые книги. И мне кажется, что это классный вклад в общество через новые книги, через то, что у детей есть доступ к литературе. Причем эта литература в очень красивом оформлении. У современных книг, современных издательств очень красивые иллюстрации, удобный шрифт. Поэтому я думаю, что через учебники, книги, обновления фонда школы-библиотек я могу внести свой вклад в культуру и в образование детей города. Около 10 тысяч книг также поступили в фонд Централизованной библиотечной системы городского округа Серпухов. На полках книги можно будет увидеть весной. Сейчас идет оформление, заполнение картотеки. Нам так нравится, когда приходят за книгами дети и взрослые, потому что только чтение сохраняет в нас вот эту высокую эстетику, интеллигентность, образованность. Поэтому нам хочется, чтобы все читали. И теперь у нас создаются для этого еще большие возможности. Книги куплены для всей библиотечной системы. У нас сегодня 20 библиотек и 3 библиотечных пункта по всему городскому округу. В будущем блогер Юлия Ивлеева планирует продолжить обновление библиотечного фонда Серпухова, а также помогать и родной школе. Масштабно и торжественно отметили в субботу юбилей школы в поселке Пролетарске. Образовательному учреждению исполнилось 60 лет. Поздравить юбиляров приехали глава городского округа Сергей Никитенко, народные избранники, выпускники прошлых лет. На иммерсивном мероприятии побывала и моя коллега Инна Шенина. Пролетарская школа начала свою деятельность в 1963 году. За это время из стен образовательного учреждения вышло более 6,5 тысяч выпускников. В прошлом году в школе был сделан капитальный ремонт. Здесь дают хорошие знания. И самое главное – дети идут сюда с удовольствием. Когда я шел в первый класс, мне было чуть-чуть страшновато. А оказывается, в школе классно и интересно. Поздравительный адрес директору Пролетарской школы от губернатора Московской области Андрея Воробьева вручил глава Серпухова Сергей Никитенко. Как вы знаете, в прошлом году мы сделали капитальный ремонт. Школа преобразилась. На следующий год мы запланировали работы по благоустройству школьного стадиона. И они будут сделаны. Но в целом я хочу пожелать Пролетарской школе еще долгие годы открывать свои двери для будущих поколений учащихся, учеников. Дом, где царит забота, любовь и просвещение. Глава Серпухова Сергей Никитенко и депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова подарили Пролетарской школе сертификаты на покупку мебели. Педагогов и выпускников школы поздравил с юбилеем от лица Совета депутатов Николай Пушкин. Пролетарская школа всегда славилась своими традициями и качеством образования. Хочу сказать спасибо всем учителям, всему коллективу за тот труд, который вложили в наших детей. С праздником! На празднике было много концертных номеров, погружающих в атмосферу школьной жизни 70-х, 80-х, 90-х годов и вплоть до сегодняшнего дня. Замечательная дата. Нам исполнилось 60. Это новый виток, который мы открываем. Я мечтаю над своей школой поддержать зонтик, изберечь ее от всех неприятностей. На праздники поздравили и педагогов-ветеранов. На торжество приехали не только местные выпускники школы, но и те, которые в настоящий момент проживают в разных городах и селах Российской Федерации. Праздник получился. Зажигательные танцы, запоминающиеся вокалы, трогательные стихотворения. В Серпухове прошел конкурс-фестиваль «Яркий я-9.0». Мероприятие не перестает удивлять количеством участников. О том, кто стал самым ярким победителем, в своей номинации расскажет Кристина Маслобойщикова. Анастасия Воронцова в музыке более 10 лет. Училась в музыкальной школе по классу фортепиано и синтезатор. Потом начала профессионально заниматься вокалом. Сейчас получает незабываемые эмоции от каждого своего выступления, рассказывает девушка. В конкурсе «Яркий я» Анастасия участвует уже третий раз. Прежде всего нравится, конечно же, атмосфера конкурса. Здесь все очень дружелюбно, сделано для как раз-таки творческих людей и подростков. Это и притягивает здесь участвовать. Конечно же, после выступления лично мне очень много высказывают посхищение и похвал. Поэтому, конечно же, после того, как я участвую в конкурсе, я прихожу домой, напитанная эмоциями и впечатлением. Анастасия Воронцова с песней «Make me wanna die» в стиле рок заняла первое место в номинации «Вокал». Победителем инструментальном искусстве стал Марат Асадов. Он продемонстрировал свое мастерство игры на барабанах. После конкурса ощущение некой свободы, которая говорит тебе, что вот все, все закончилось, но сам процесс дает кайф. Ты радуешься, ты смотришь на лица других людей, которые смотрят на тебя, улыбаются, хлопают и всем довольны. Удовольствие от выступлений помимо зрителей получили и члены жюри. Это хореограф Михаил Исламов, музыкант Сергей Пашинин, актриса Серпуховского музыкально-драматического театра Татьяна Чурикова, певица Анна Баринова и художественный руководитель парков Серпухова Дмитрий Лапицкий. Конкурс «Яркий я» стал уже традиционным. Организатор мероприятия – молодежный центр молодости. Мы ждали этого события целый год, и сегодня во дворце Тожественной Центральной мы собрались все вместе, чтобы провести фестиваль конкурса творческой молодежи «Яркий я» 9.0. Молодежи очень нравятся подобные конкурсы. Мы проводили до этого квартирники, но здесь, так как конкурс на основе и тур импровизации, некоторые переживают и боятся именно этого тура, но сегодня мы увидим самых смелых ребят. Конкурс состоял из двух туров. Ребята показывали как заготовлены номера, так и импровизацию. Номинация «Художественное слово» победителем стал Андрей Вичтомов. В хореографии – Анастасия Николаюк. Ребятам вручили подарочные сертификаты, дипломы и кубки. В Пущино в рамках рождественских чтений прошла благотворительная ярмарка и концерт. В фойе кинозала «Молодость» можно было приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, новогодние сувениры и сладкие подарки, которые изготовили учащиеся образовательных учреждений и детских садов Пущино. Средства, полученные от благотворительной акции, будут направлены на оказание помощи участникам спецопераций. Благотворительные предновогодние ярмарки традиционно собирают большое количество участников. Разнообразные яркие изделия декоративно-прикладного творчества, подделки, сувениры, украшения, выпечка, изготовлены руками учащихся трех образовательных комплексов Пущино и Центр дополнительного образования развития. От такого количества товара глаза разбегаются, но никто без покупки не уходит. Купила вот такую красивую свечу, вот такой милый пряник и вот такая подвесочка на Новый год себе и в подарок получила вот такой вот шарик. Я все приобрела, чтобы эти деньги пошли на помощь, не знаю, на поддержку бойцам. Особым спросом перед Новым годом пользуются игрушки – хороший подарок для детей. Алексею Воробьеву главе Пущино понравился домовенок. Не ушли без покупок и мы. В нашей съемочной группе приглянулись вот такие симпатичные символы 2024 года – дракончики. Участников благотворительной ярмарки и концерта в зрительном зале приветствовал глава города Пущино Алексей Воробьев. Данное мероприятие у нас в первую очередь носит духовно-нравственный характер – это воспитание нашей молодежи, сохранение традиционных истинных ценностей семьи, любви, веры в Бога. Обращаясь к нашим жителям, к аудитории этого зала, хотел бы каждого попросить также принять участие в этой благодарительной акции. Насколько важно сегодня поддерживать бойцов специальной военной операции, в своем выступлении отметила Лариса Захарова, руководитель Пущинской группы волонтеров «Своих не бросаем». Возможно, вот это испытание было послано нашей стране для того, чтобы мы все-таки объединились, вспомнили о традиционных, а не навязанных нам ценностях, переориентировались в сообщество потребления, на общество милосердия и взаимопомощи. Всех, кто желает участвовать в сохранении жизни наших солдат, согревать их, приглашаем к нам, приходите, вы увидите и найдете себе занятие по вашим силам. Об этом говорили в своих выступлениях и народные избранники Юлия Громова и Валерий Кузнецов. Что такое рождественские встречи? Это, конечно же, единение, объединение, духовная нравственность. То, что мы сейчас стали едины, патриотизм в наших душах, в наших сердцах растет. Вообще, мы должны всегда оставаться душевными, друг к другу чуткими, заботливыми, и тогда мы будем едины. А когда мы едины, мы непобедимы. В условиях, в тех, в которых выполняют боевые задачи наши славные земляки, какие твердые надо иметь убеждения, чтобы сохранить и удержать свой человеческий облик. И очень важно и помогает сохранить человеческий облик, и помогает сохранить силу духа, та поддержка, которую ребята чувствуют. В благотворительном концерте, который продолжался около двух часов, приняли участие творческие коллективы Центра дополнительного образования и развития города Пущино и Оркестр народных инструментов «Сказ» из соседнего Чехова. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте новости на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий, оставайтесь на нашем канале. Диагностика и предотвращение серьезных заболеваний без боли и стресса. Помощь врачей с мировым именем в шаговой доступности. Прием ведут опытные коллапрактологи, гастроэнтерологи, флебологи, гинекологи. Высокоточное экспертное оборудование, гастроскопия, колоноскопия во сне, малоинвазивная хирургия, подготовка к исследованиям в стационаре одного дня. Быть здоровым просто. Запишитесь на прием прямо сейчас. Адрес город Серпухов, Московское шоссе, 82А. Телефон 8-967-555-06-37. Фактор долголетия – клиника, которой вы доверяете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин